Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реконструкция здания бывшего кинотеатра России в железнодорожном районе города. Объект долгое время пустовал, но в начале июля начались работы. Здание преображается по национальному проекту культура. Здесь будет располагаться Самарский молодежный драматический театр-мастерская. Наконец-то мы зашли на этот объект в железнодорожном районе. Он действительно востребован и нужен. По большому счету, в железнодорожном районе не было ни одной большой массовой площадки, где можно было бы собраться людям. На данной территории появится новый культурный объект, который совершенно точно станет точкой притяжения для жителей не только железнодорожного, но и Ленинского района, да и, возможно, для всего города. Рабочие уже демонтировали отдельные конструкции – кровлю, внутренние перегородки, окна и двери. Убрали и заднюю стену здания, чтобы построить новое сценическое пространство и возвести пристрои по бокам центральной части будущего театра. Сейчас идет усиление фундамента остающейся части здания и в ближайшем будущем начнем копать котлован под подсценное вот это пространство. С котлованами под два пристроя, которые с двух сторон этого здания появляются размером 7 метров в каждую сторону. Репетиционный зал, помещение гримерных, помещение для артистов, офисное помещение. В следующем году «Новую жизнь» подарит и бульвару, который находится рядом с будущим театром на улице Чернореченской. Эта территория заняла второе место в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновят пешеходную дорожку, установят скамейки, высадят цветы и деревья. Преображается и памятный комплекс на улице Мичурина, посвященный воинам, погибшим в локальных войнах. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт на этой территории. Сейчас площадь закрыта для посещения. Памятник решено сохранить в первоначальном виде, но необходимо заменить гранитное покрытие. В ходе ремонта будет демонтирована плитка, которая утратила свою стойкость, и будет восстановлена плитка из тех же месторождений, такого же формата, это гранит. Будет выложено заново, причем толщина этого гранита будет несколько больше, чтобы прочность объекта была сохранена на многие-многие годы. Основная задача – вернуть, сохранить первоначальный вид памяти, как он был в свое время задуман скульпторами, авторами этой замечательной композиции. Свечи останутся прежние, но под ними обновят мраморные плиты и сделают подсветку. Выложат дорожку к памятнику солдату, он тоже будет освещаться в вечернее время. Мраморные плиты с фамилиями военнослужащих, погибших в локальных войнах, сохранят. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.